Газета Новый Петербург. Александр Григорьевич, прежде всего хотел бы выразить вам самое наилучшее пожелание от читателей нашей газеты, от представителей общественных организаций Российско-Белорусское братство и национально-культурной автономии. Я могу сказать, что подавляющее количество моих земляков-питерцев с большой симпатией относятся к тем позитивным процессам, которые происходят в Беларуси. Мы их поддерживаем. Действительно у нас порой возникает беспокойство, об этом уже говорилось, как пройдет возможная приватизация в Беларуси. Не нанесет ли она ущерба белорусам и белорусской стороне. И я вот уже неоднократно бывал в этих пресс-турах, я вижу, как динамично развивается Республика Беларусь. На меня, допустим, очень сильное впечатление во вчерашних поездках произвел спортивный комплекс в городе Жлобин. Очень приятно, когда руководство Беларуси столь большое внимание уделяет социальным программам. Приятно, когда там бегают мальчишки, девчонки. Это радует. К сожалению, у нас в России не хватает вот этих социальных программ, которые в настоящее время осуществляются в Республике Беларусь. Есть в России еще одна проблема. Это трудовые мигранты, иностранная рабочая сила, как легальные, так и нелегальные. К сожалению, их количество растет у нас в России, несмотря на недовольство населения. Они занимают наши рабочие места, обесценивают труд местных жителей. И в этой связи у меня вопрос. Я вот во время поездки по Беларуси не видел ни одного гастарбайтера. Как решается вопрос иностранной рабочей силы в вашей республике? Нужна ли она вам вообще? И кому отдается предпочтение в трудоустройстве? Местным жителям, либо иностранным рабочим? И являются ли вот проблемы защиты прав, трудовых прав местного населения одним из приоритетов государства? Спасибо. Вы знаете, мы не выстраиваем пока, наверное, приоритеты для местного населения по сравнению там с другими мигрантами трудовыми, потому что у нас нет этой проблемы. У нас ее нет, она не кричит. А как мы относимся? Ну, допустим, китайцы у нас будут строить целый квартал. Жилые дома, мы хотим взять их опыт, когда они из-под земли добывают воду 15 градусов, отбирают это тепло от 15 градусов и отапливают помещение. И я буду там заинтересоваться этим опытом, они говорят, мы вам построим. Они выделили кредит и начинают строить. И возник вопрос, кто будет работать? Списочек, 50 человек китайцев, пожалуйста, специалисты, приезжайте. Всем остальным мы вас обеспечим. То есть это на всех уровнях, в том числе и на моем, нет этой разбешенности, должен быть порядок. Приехал, отработал, спасибо, вот тебе деньги, поехал. Приехал учиться. У нас, наверное, тысяч пять студентов, у нас образование очень ценно, высоко ценится, инженерное, особенно медицинское образование во всем мире. И к нам приезжают тысячи людей. Мы знаем каждого, где они живут, чем они занимаются. То есть мы конкретно этим занимаемся. Не только написали закон и положили, вот там в законе прописано. Ну и потом у нас просто нет вот этой проблемы, чтобы она стала во весь рост, что нас заполонили и иностранцы. Продолжение следует...